Садитесь, друзья. Сегодня у нас превосходное служение. Кого только на этой сцене не было. Им вот детки разные и взрослые. Сегодня так много всякого разного настроения. Год подходит к концу. И так хочется правильно закончить год. И так хочется правильно начать Новый год. Потому что как заканчиваем, так и начинаем. Причем здесь так важно понимать, что Господь есть Альфа и Омега. Он тот, кто начинает, и Он тот, кто заканчивает. Он тот, кто заканчивает, и тот, кто начинает. То есть, когда мы говорим об окончании какого-то дела, мы говорим о том, что там на финишной прямой стоит наш Господь. И спрашивает, ну как, дошел до финиша, с какими результатами, с какими достижениями. Мы Ему должны показать то, что нам удалось сделать за прошедший год. Не просто проскочили, порадовали, собрались, торты поели. Это все на своем месте. Но есть такие важные моменты, когда никого нету один на один с Ним. Я прихожу к Тебе, Господь, и я Тебе докладываю, вот что успел, а вот чего не успел. Вот чего хотел, а вот чего не вышло. У нас должен состояться откровенный разговор с тем, кто дает нам жизнь, с тем, кто дает нам возможности, с тем, кто дает нам здоровье, небо над головой, церковь, помазание, откровение, потому что перед Ним мы в ответе. И точно так же, когда начинаться будет Новый год, Он будет встречать нас на старте и так же спросит, ну, как вы хотите прожить следующий год? Я Бог всемогущий, я могу все сделать. Только скажите, покажите мне свой план, покажите мне свою программу, расскажите мне, чем вы будете заниматься. Знаете, самая опасная штука – не иметь плана. И еще страшнее вообще не анализировать, что произошло. Жить праздно, жить бессмысленно. И такую жизнь Бог проклинает. В такой жизни нет благословения. Мы должны научиться так исчислять наши дни, чтобы нам приобрелось сердце мудрое, чтобы каждый день был наполнен содержанием и мудростью, чтобы каждый день был наполнен смыслом. Потому что жизнь – это коллекция дней. Чем будет наполнен день, тем будет наполнена и вся наша жизнь. Так легко жить, когда ты знаешь свою программу. Программа – это границы твоей свободы. Если нет программы, ты раб обстоятельств. Потому что любое обстоятельство тебя превратит в раба, и ты же зависит от этого. Но если у тебя есть цель, ты пройдешь сквозь все обстоятельства. Желание и цель – это разные вещи. Чем отличаются великие от остальных? У великих есть цели, у остальных – желание. Желание не есть двигатель жизни. Двигателем жизни является цель, которой ты стремишься, цель, на которую ты тратишь здоровье, цель, на которую ты тратишь время, деньги, свои все ресурсы, и достигая цели, ты прославляешь Господа. Бога могут прославить только целеустремленные люди. Поэтому праздность, лень, суета, неопределенность – это бесы, это есть дьявол, который хочет нашу жизнь разрушить, чтобы наша жизнь была неустроенная, бессмысленно, бесцельная. Мы просто живем, просто утром встаем, вечером просто ложимся спать. Но однажды мы придем перед Богом, и Бог нас спросит, что мы делали. Поэтому мы должны готовиться к этой встрече. Поэтому, анализируя то, что уже сделано, анализируя то, что пройдено, то, что уже достигнуто, и понимая, насколько больше мы должны достичь, насколько больше мы должны добиться в следующем году, в следующий год мы провозгласили годом устройства, влияния и роста. И наше глубокое убеждение, что только после того, когда наша жизнь будет устроена, она будет иметь влияние. Потому что влияние – это результат устройства. А если мы будем иметь влияние, тогда у нас будут шансы вырасти, умножиться. Поэтому первая необходимая вещь, которую мы должны поставить на повестке дня – это организовать, дисциплинировать и устроить свою личную жизнь. Организовать, дисциплинировать и устроить свое служение. И когда будет устройство, тогда будет влияние. А если будет влияние, тогда будет возрастание и рост. Мы глубоко убеждены, что церковь нового поколения будет расти. Мы ставим перед собой эту задачу. Об этом каждый честный, зрелый лидер молится и к этому прикладывает все свои старания. Давайте сейчас закроем глаза и помолимся, скажем, Бог, пусть на этих трех китах стоит следующий год. Не на мышах и крысах, но на этих трех китах устройство, влияние и рост. Закрой глаза и скажи, Бог, наведи порядок в моей жизни. Я хочу, чтобы в моей жизни было организованное служение. Я хочу, чтобы моя жизнь была устроенная. Ты есть Бог мира и устройства. Пусть закончится хаос. Пусть закончится праздность. Пусть закончится суета. Потому что от этого устает каждый человек. От этого страдает каждый человек. От этого мучается каждый человек. Поэтому, Господь, мы просим Тебя, пусть хаос, беспорядок, суета и неустройство уйдет из нашей судьбы, уйдет из нашей жизни. Ты есть Бог мира и устройства. И мы просим Тебя, Бог, как Ты смотришь на нас, как Ты желаешь, так и устраивай нашу жизнь. Пусть Твои стандарты придут в мое сердце. Пусть Твои стандарты придут в мою семью. Пусть Твои стандарты придут в область моих финансов. Чтобы мои деньги были устроены. Чтобы мои дети были устроены. Чтобы мои дары были устроены. Чтобы мое служение было устроено. Чтобы мой бизнес был устроен. Чтобы моя учеба была устроена. Бог, пусть уйдет всякий хаос. Пусть уйдет всякий беспорядок. Безалаберность и халатность Бог сделает меня дисциплинированным И устроенным человеком Я не хочу, чтобы суета-сует Томила мой дух Я не хочу прогибаться Под этот изменчивый мир Я не хочу, чтобы дьявол Разрушил меня суетой Мы искуплены от суетной жизни Преданной нам от отцов И я не хочу, чтобы моя жизнь Исчезла в суете и праздности Я живу один раз У меня нет второго дубля И переписывать свою биографию У меня нет шансов Поэтому Бог дай мне мудрости Исчислять дни так Чтобы приобрести сердце мудрое И провозглашай в свою жизнь Во имя Иисуса Христа устройство Господь, я хочу видеть устройство Я хочу видеть порядок Я хочу видеть планирование Я хочу видеть согласованное служение Я хочу жить по воле Твоей Чтобы Твои стандарты Чтобы Твои намерения Чтобы Твои планы Стали моими планами Устрой мою жизнь О, созидай свои стандарты Пусть в моем доме будет порядок Божий порядок и стандарты Я прошу Тебя, Господь Пусть наша устроенная жизнь Будет иметь влияние Если соль, то пусть она влияет Пусть эта соль Никогда не потеряет силу Потому что если нет влияния Значит соль потеряла силу И эту соль выкидывают Вон на попрание людям И если я потеряю влияние Я буду на задворках А это не моя судьба Я прошу Тебя, Господь Пусть мое персональное Личное влияние Умножается в следующем году И пусть это влияние Будет ощутимо В моей семье Пусть это влияние Будет ощутимо На моей учебе В моем офисе Пусть это влияние Будет ощутимо На лестничной площадке В моем районе В моем городе О, Господь Если это светильник Так пусть этот светильник Светит всем в доме И разгоняет тьму Если это соль Пусть эта соль Остановит растление Остановит грех И проклятие Если это святость И праведность Пусть окружающие люди Осоляются Пусть окружающие люди Прикасаются К твоей силе И могуществу Твоему влиянию О, Дух Святой Я прошу Тебя Заложи в сердце Каждого человека Эти важные Направляющие Пусть Господь Будет сосредоточен Каждый мозг Каждое сердце Каждый разум Боже Мы не хотим Прозебать Мы не хотим Просто как сквозняк Промчаться по жизни Мы хотим Оставить Глубокий след В истории Этого народа И каждый из нас Оставит этот след Не только мы Но я Лично Я знаю В кого я уверовал И поэтому я буду Исполнять Волю Твою О, Боже Умножь Подними Влияние Влияние Народа Твоего Пусть влияние Ощущает на себе Все Каждый житель На этой земле Влияние Твоей святости Твоей радости Влияние Твоих чудес Влияние Твоей мудрости Твоих откровений О, Рамен, Джига, Махандая Германер, Яблеталар, Яблэкатоя Исцеление людей Это результат влияния Покаяние людей Это результат влияния О, благоустройство Окружающих людей Это результат влияния Рост церкви Это результат влияния Рост твоих денег Это результат влияния Карьера По которой ты движешься вверх Это результат влияния, Господи, умножь наше влияние, и пусть свет ярко светит, и тьма пусть разносится вокруг. Переводи нас от силы в силу, переводи нас от веры в веру, переводи нас от славы в славу, переводи нас от влияния к влиянию. Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа, закрой глаза еще раз, провозгласи лично для себя, для своей семьи и для своего служения. И скажи, следующий год я провозглашаю годом устройства, годом дисциплины, годом созидания. Следующий год я провозглашаю годом влияния, когда мое влияние будет возрастать, и люди будут это чувствовать, и люди будут это осязать. Я хочу видеть, как в следующем году будет происходить рост, рост моего влияния, моего финансового положения, рост моего, мой карьерный рост, рост людей в церкви, возрастания на всех уровнях. Ура, команда, я, молись на этом основании. Устройство, ура, команда. Влияние, рост. Киман, джу, кеморугу, ахандая. О, пусть в этом году, в 2007-м, останутся всякое неустройство, все разочарования. Пусть в этом прошлом году останется все наши поражения, весь наш негатив, все обиды и огорчения. Пусть в этом году останутся все наши долги и неустройства. Боже, мы хотим Новый год начать с чистого листа. Мы хотим начать с чистого сердца, с чистыми руками, с чистой совестью на новом основании, основании Твоих стандартов. Соедините руки, молитесь друг о друге, и пусть придет общий дух веры. Пусть придет божественный порядок. Пусть не будет отающих. Боже, Боже, пусть придет устройство. Боже, Боже, освободи нас от рабства суеты. Освободи нас от рабства, праздности, безделья. Не устройство. О, мы не хотим, чтобы те урожаи, которые ты даешь нам, гнили. Мы не хотим, чтобы деньги, которые ты даешь нам, они как песок, текли между пальцев. Мы хотим видеть успех, мы хотим видеть благословение, которое пребывает на голове праведника. О, Боже, созидай нас. Ты сказал, я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют. Если церковь будет устроена самим Богом, эту церковь врата ада никогда не одолеют. Эту церковь никогда врата ада не одолеют. Если твою судьбу устроит Бог, врата ада никогда не одолеют тебя. О, Боже, объедини нас, соедини нас. Дай нам увидеть славу Твою. Дай нам увидеть славу Твою. В следующем году, невзирая на прогнозы тех, кто следит за событиями, мы хотим видеть победу. Мы хотим видеть славу Твою. Мы хотим видеть влияние и рост во имя Иисуса Христа. Мы просим Тебя об этом. Аминь. Если скажете горе сей, поднимись и вергнись в море. И если ты не усомнишься, что сбудется по словам Твоим, ты увидишь это. Вот эта гора суеты, неопределенности, эти твердыни, лени, страха. Скажи этой горе, и эта гора уйдет, и ты увидишь новую дорогу. Ты увидишь новую дорогу, по которой пройдешь в следующем году. Там еще одна притча. Иисус говорил, что когда женщина обнаружит, что какой-то драхмы не хватает в ее ожерелье, не станет ли мести свою комнату? Если что-то потерял в этом году, если какая-то драхма потерялась, и тебе не достает в этом ожерелье, в этом колье какого-то драгоценного камня, не станешь ли ты, включив свет, мести комнату и искать то, что потеряно? Друзья мои, мы реваншисты, мы не должны соглашаться на пропажу, мы не должны соглашаться на кражу, мы не должны соглашаться, что одной драхмы не хватает, но зато другие же драхмы есть. Нам нужен полный сет, нам нужен полный комплект, нам нужны все драхмы. Амин. Поэтому это последнее время мы тщательно метем свои комнаты, комнаты своего сердца, комнаты своего разума, и ищем, чего недоставало. Молитвенная драхма – верни ее. Драхма – благовествование – верни ее. Драхма – жертв и десятин – верни ее. Потому что неполный комплект – это ущербность. Женщина знает, как она должна выглядеть. Представляете, одна сережка есть, второй нету. Один глаз подкрасил, второй нет. Не комплект. Плохо. Плохое настроение. Мы должны иметь полный комплект. Амин. Мы найдем все драхмы. Мы найдем все драхмы и восстановим все, всю утраченную красоту и прелесть. Я верю в полноту, наполняющего все и во всем. Бог созидает церковь. Если мы даем ему права, если мы даем ему свободу, мы увидим профессиональную церковь, устроенную церковь. Которая будет иметь потрясающее влияние, о котором еще Латвия не догадывается. И когда это влияние ощутит на себя народ, на всех уровнях власти, вот тогда церковь начнет расти. Люди будут приходить только потому, что у них будет один аргумент – с вами Бог. У вас устройство, у вас красивые семьи, у вас воспитанные дети, у вас стабильное финансовое положение, у вас творчество. Извините, у вас такие стандарты. Поэтому мы идем к вам. Потому что вас Бог благословил. Почему царица Савская пришла к Соломону? Что, своего царства не хватало? А потому что устройство, влияние и рост. Влияние – это когда люди приходят просто посмотреть. Это даже не евангелизм. Друзья, евангелизм – это уже так, как говорится в церковь, люди приходят не от хорошей жизни. А мы хотим, чтобы и от хорошей жизни люди приходили в церковь и говорят, что здесь такое происходит? Я здоров, у меня семья, я не наркоман, я алкоголик. Ребята, если только алкоголики будут приходить сюда, нам всем кранты. Мы должны понимать, что сюда должны министры приходить, президенты. Я не против алкоголиков. Я за них. Но против, чтобы церковь состояла из алкоголиков. Мысль… Не сбивайте меня с мыслью. Люди должны приходить в церковь не только от того, что вот просто их гонит проблема. В церковь людей должна гнать еще и одна причина – любопытство. Просто мы слышали, что здесь что-то происходит. И когда они пришли ради любопытства, а Бог здесь… Упс! Всех любопытных. И покажет, какое преимущество быть христианином. Какое преимущество знать Иисуса. Какое преимущество быть спасенным человеком. Поэтому мне бы так хотелось, чтобы церковь нового поколения стала визитной карточкой столицы Латвии. Чтобы однажды люди, туристы говорили между собой, если ты бы не был в новом поколении, ты не был в Латвии. И этот статус, который нам пытаются навязать столица секс-туризма европейского, все эти секс-туристы, они убегут отсюда, потому что здесь запахнет жареным для них. Скоро всех этих педофилов, этих секс-туристов отсюда метлой выгонять будут. Их деньги нам вообще не нужны. И слава дешевых клубов, слава дешевых проституток, это уйдет, вернется туда. А здесь будет слава святых церквей, слава храмов поклонения. Здесь будет слава Божьих чудес, слава Божьего пробуждения. И люди будут ехать сюда, чтобы просто попасть на воскресное богослужение. И кому достанется место, тому крупно повезло. Нет, я не имею в виду про этот зал. У нас скоро будет большой зал, потом вообще большой будет зал. Я говорю о судьбе Риги. Запомните, церковь будет визитной карточкой. Самой главной достопримечательностью Бог изменит статус. Рига не будет северным Парижем. Рига будет столицей Божьих чудес. Центр, европейский центр защиты семьи. Цитадель христианской культуры. Духовного возрождения. Кто хочет видеть пробуждение, приезжайте в Ригу. Господи, наступает это время, когда мы будем устроены, влиятельны. Тогда это произойдет. Тебе нравятся такие прогнозы? Так выпьем же за то, чтобы всякое Слово Божье воплотилось в жизнь. За ваше здоровье. С Рождеством и наступающим. Новым годом. А те, кто смотрит сейчас в онлайне, это чистая вода. Которую потом Иисус превратил в вино. Но поскольку у нас сегодня не брак в Кане Галилейской, а просто в последнее служение, вода остается водой. У нас еще один повод есть поблагодарить Господа и помолиться сегодня нашему, я бы сказал, прекрасному брату, ветерану нового поколения. Он же шериф, он же учитель, он же, я не знаю, ну, так много у него титулов, я думаю, все его знают. Это великолепный Божий служитель, которому сегодня исполняется, у которого сегодня день рождения. И я приглашаю, пожалуйста, Владимир. Владимир Ткаченко. Владимир Ткаченко. Я вспоминаю, когда я первый раз увидел этого человека. Я увидел его на театральной сцене. Был такой на ГВФ театр. Театр назывался «Тест». По-моему, режиссер Аксенов. И когда я увидел, меня поразила его пластичность. Он изображал каких-то... А там была такая репетиция. Давайте каждый выбирает свой образ и разминается. И вот мне так этот образ понравился, что до сих пор этот образ здесь. Это талантливейший человек, который понимает творчество, искусство. И на самом деле, друзья, может быть, кому-то чаще приходится быть вот на этой фронтлайн впереди. Кому-то, может быть, приходится сидеть в кабинетах и перелопачивать просто многотомные книги для того, чтобы разрабатывать вот эти методические пособия. И я думаю, что Бог равно ценит и тех, кто впереди, и тех, кто где-то там в кулуарах. Я скажу, что это учитель. Учитель, который может преподавать любой материал. Он говорит вам на три часа, на полчаса, на пять минут. Я могу о вере тебе рассказать и в рамках трех часов, в полчаса и за три минуты. Найдите такого, пожалуйста, учителя. Нигде не найдете. Нигде, кроме нашей библейской школы. А учение – это фундамент. Это скромный человек, который никогда не претендует на очень многое, но Бог оценивает эту скромность и благословляет. Потому что сколько он работает чисто по тому, как помочь сегодня вообще вот этот весь материал богословский, чтобы его разложить, чтобы его превратить в учебники. Вы знаете, это очень большой идеолог, который в учении разбирается, который на самом деле подставляет всегда плечи, который очень часто подходит ко мне и говорит, «Алексей, мы вместе, ты на меня можешь положиться, поэтому мы пойдем до конца». Знаете, это очень важное качество. Это очень важное качество. И хотелось бы перед всей церковью сказать спасибо, Владимир, тебе за эту верность, за преданность, за послушание, за скромность. Бог вознаградит тебя. Награда твоя велика. Прямо сейчас Владимир едет в Елгаву, там закончилась библейская школа трехмесячная, там уже, вы знаете, это здорово, что учение, неповрежденное учение, оно сегодня преподносится в наших церквах. И со следующего года, кстати, у нас начнется тоже ежемесячная библейская школа. Нам нужно, чтобы вся церковь, она обновила свои знания, чтобы мы знали, что такое вера, что такое отречение, что такое сораспятие, что такое крещение в Моисея, про которое сейчас все там спорят, судачат, нужно оно или не нужно. Мы пройдемся в следующем году через все эти семинары и все эти семестры. И, конечно, это не без личного участия Владимира Ткаченко. Поэтому мое желание одно, я сейчас на одной и той же теме, устройство, влияние и рост. Володь, и тебе желаю то, что и сам себе желаю, устройство, влияние и рост. Мы с тобой не очень высокого роста, ну, поэтому я и желаю, чтобы было, ну, если не физический рост, но хоть влияние. Историю творят все нашего роста. Да, я был в музее, мадам Тюсо, померился с Наполеоном, я выше его над один сантиметр. Дело, я про другой рост, вы понимаете, да? А то вдруг Бог услышит эту молитву, что делать придется. Так что, друзья, давайте прострем руки и благословим Владимира. Пусть Бог даст здоровье, пусть Бог даст мудрости, много денег, большое влияние. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты любишь нас. Благодарю Тебя, что Ты отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Я благодарю Тебя за этого служителя. Благодарю Тебя за то, что Ты любишь его. За то, что Ты избрал его. За то, что Ты верил в его руки. Это великое оружие, неповрежденное евангельское учение. Я прошу Тебя, Дух Святой, благослови, Владимир, на всех уровнях. Благослови в семье. Благослови в служении. Я прошу, благослови физически и финансово. Благослови его и материально, и духовно. Пусть эта жизнь расцветет, и все ресурсы, которые Ты вложил в его сердце, раскроют в полной мере. Мы просим Тебя, Дух Святой, Благослови тех, кто благословляет Тебя. Прославь тех, кто прославляет Тебя. И возвышай тех, кто смиряется перед Тобою. И мы просим, пусть в жизни нашего брата будет и устройство, и влияние, и рост. Во всех отношениях мы просим Тебя об этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Еще раз. Спасибо, дорогой пастор, за такие замечательные слова. Спасибо Церкови за молитву. Действительно, у нас будет устройство. И будет влияние Церкви. Время начаться всему этому с Дома Божьего. И Бог снимет поношение с Церкви. И будет другой авторитет, совершенно другой слух и мнение о Церкви Божьей, о настоящей Церкви Божьей. У нас великая привилегия, что мы в такой Церкви, где об этом понимают, где это понимают, где об этом учат, где есть такой лидер, который знает, куда вести, и чем наполнять наш дух. Спасибо, Алексей, тебе. Эти глубокие откровения. Спасибо. У меня огромная привилегия быть рядом с пастором Алексеем. Я ценю этим, я знаю, кто я. Я знаю, что никаких заслуг моих тут нет. Бог использует как инструмент. И я держусь за это. Для меня это честь, держать тебе руки. Спасибо вам. Пусть Бог благословит вас. Всего успеха. Привет, Елгави. Сегодня еще у нас будет очень важный момент, поскольку это последнее служение. В этом году мы хотим еще сделать вечерю. Мы хотим обновить свои отношения, свой завет друг с другом и с Богом, чтобы правильно закончить год. Для меня очень важно делать правильные вещи. Не то, что тебе хочется, а то, что правильно. Потому что не все, что хочется, правильно. И не все, что правильно, хочется. Мало ли, что хочется. Мало ли, что хочется. Есть воля Божья. И самое великое благословение – это зрелость, когда тебе хочется делать правильные вещи. Не зрелость – это когда ты через силу делаешь правильные вещи. Не потому, что тебе хочется, а потому, что так надо делать. Не потому, что ты говоришь, что так тебе хочется говорить, а ты говоришь так, как надо говорить. И вот этот внутренний конфликт, как хочется и как надо, по мере твоей зрелости, он устраняется. И зрелый человек – это тот, кому правильные вещи не то, что хочется, а просто необходимо делать. И он от этого еще наслаждение получает. Аминь. Поэтому мы все на пути. Но перед этим я хочу поделиться некоторыми рассуждениями о благонадежности. И эта короткая проповедь будет называться «Благонадежные люди». Благонадежность – это очень важное качество, которое ценится не только в церкви. Оно ценится в политике. Оно ценится в бизнесе. Благонадежность ценится как в криминальных кругах, так и в святых, праведных кругах. Благонадежные люди нужны дьяволу для того, чтобы осуществить свои программы. Благонадежные люди нужны Богу для того, чтобы утвердить Его Царство на этой земле. Благонадежность – это как конвертируемая валюта. Она ходит везде. Благонадежность ценится везде. Благонадежность – это то качество, когда ты можешь доверить своему помощнику служение, офис. Когда ты своему помощнику, благонадежному помощнику, можешь доверить даже деньги, без всяких страхов и опасений, что этот человек неверно и неправильно распорядится людьми, деньгами или возможностями. Наличие благонадежных людей обеспечивает мое развитие, потому что я могу доверить своему помощнику, благонадежному человеку то служение, которое я имел, и я могу идти дальше. У меня развязаны руки. Но если нет благонадежных людей, я связан рутинными вопросами. Я сам считаю, я сам молюсь, я сам служу, я сам встречаюсь. Вы понимаете, что такое отсутствие благонадежных людей? Это рабство. Это когда ты связан по рукам и ногам. Ты никому не можешь ничего доверить. Молитву не можешь доверить. Провести какую-то встречу не можешь доверить. Лидерское не можешь доверить. Служение провести никому нельзя доверить. Это катастрофа. Отсутствие благонадежности-катастрофа. Но когда есть благонадежные люди, это величайшее благословение. Это радость для любого лидера. Это радость для пастора. Это радость для Господа. Благонадежность. Иисус обладал таким качеством. Ему не надо было говорить о человеке, потому что Иисус знал, что в человеке. Если бы сегодня физически Иисус ходил по Риге, вы знаете, Он бы не читал газет. Он бы даже не смотрел телевизионных программ, чтобы о чем-то знать, чтобы с чем-то познакомиться. Представляете, какая личность Иисус уникальная. Он все знал, что в человеке. Он просто на тебя посмотрел. Он даже на тебя не посмотрел. Он знал тебя еще под смоковницей. Он знал тебя там, там. Он все знал, что в человеке. Поэтому Иисус очень опасная личность для тех, у кого в сердце кроется какой-то негатив. Он обязательно это все узнает. Итак, давайте посмотрим одно место. Давайте посмотрим одно место. Это Луки 9,59. Начнем чуть раньше. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему, Господи, я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел. Иисус сказал ему, лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову. А другому сказал, следуй за Мною. Тот сказал, Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить Отца Моего. Но Иисус сказал ему, предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а Ты иди и благовествуй Царство Божие. Еще другой сказал, я пойду за Тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними Моими. Но Иисус сказал ему, никто, возложивший руки, руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божьего. Благонадежность делает человека гармоничной личностью. Благонадежность – это гармония между сердцем и разумом. Благонадежность – это гармония между убеждениями и Твоим исповеданием. Неблагонадежность – это когда ты говоришь одно, а думаешь другое. Благонадежные люди – это люди, которые говорят то, во что они верят и верят в то, что они говорят. Другими словами, благонадежные люди – это предсказуемые люди, которые являются цельной натурой. Цельной натурой. Проблема Иисуса заключалась в том, что вокруг Него было много разных людей, честных и не совсем, благонадежных и не очень благонадежных, верных, а также предателей. И их поведение очень часто для людей и поведение Иисуса по отношению к ним, оно было непонятным. Так же, как я когда был моложе, я тоже много чего не понимал. Приходит человек и говорит ему, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. Думаю, я бы как лидер, думаешь, наконец-то пробуждение началось, люди бегут, люди говорят, Алексей, я с тобой, я пойду куда, куда, потому что, Господи, наконец-то, люди не уходят, а приходят. Но Иисус странно ведет и говорит, лисицы имеют норы, птицы имеют гнезда, а у меня даже дома нет. И самое интересное, что тот человек, который говорил, ему этого хватило, чтобы он моргнул, повернулся и сказал, а мне и нора нужна, и гнездо нужно, и то, что еще в норе, и все, что еще в гнезде нужно. И такой лидер, у которого ни кола, ни двора, спасибо за честность, и ушел. А другой человек, который не хотел, не хотел служить Богу, к нему Иисус подошел и говорит, иди. И проповедовал, не, 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 и я пойду, прежде чем похороню отца, оставь, пусть мертвые погребают своих мертвецов. И хочется сказать, Иисус, что ты делаешь? Тех, кто хочет, ты им рукам бьешь, а тем, кто не хочет, ты их тащишь. Иисус бы тебе ответил, разница между твоим взглядом и моим в том, что ты смотришь на лицо, а я вижу сердце. Благонадежность фиксируется внутри. Источник благонадежности это сердце, которое никто из нас не видит. И тем более, если мы не видим сердце, мы не видим гармонии между тем, что люди говорят и на самом деле во что они верят. А ведь Иисус приглашает людей не для праздных целей, а для серьезных вещей проповедовать Евангелие, ребята, это штука рискованная. И там в другом месте написано, что когда сеятель сеял, то иное упало там при дороге и в тернах. И есть такой сорт людей, которые тотчас с радостью принимают, тотчас с радостью отвечают на приглашение, а когда наступает гонение, когда наступают трудности, они тотчас с такой же легкостью они соблазняются и уходят. Вы знаете, Иисус смотрит дальше. Иисус смотрит на три хода вперед. Иисус моделирует ситуацию, как бы этот человек с такой непрочной позиции повел бы себя в критических или экстремальных ситуациях. Это было бы непрочно, это было бы непредсказуемо и драматично. И дальше Иисус говорит, никто, положивший руки свои на плуг и озирающийся по сторонам, неблагонадежен для Царства Божьего. Богу нужны люди максимальной концентрации. Вот если я взялся за плуг, если Бог мне сказал, пахать надо, я берусь за плуг и я пашу. Я знаю, что пахать надо много. Кто вам сказал, что христианство это воскресные служения, это средовские служения, христианское служение это пахота. Нам нужно пахать общественное сознание, нам нужно пахать вот эту лавийскую целину, нам нужно пахать каждый день, причем сосредоточенно, понимая, что после того, когда я вспахал эту землю, в эту землю будут посеяны зерна Царства Божьего, Евангелия и проповедь, и потом эта земля расцветет. Следующий момент, послушайте, исходя из этих соображений, мы должны понимать, что когда Иисус приглашает людей, то это предложение для участия в долгосрочной программе. Скажи, долгосрочная программа. это не просто на полгода, это не просто даже на год, это на всю жизнь, представляете себе? Никто, возложивший руки на плуг и озирающийся по сторонам, неблагонадежен. То есть, Господь говорит, мне нужны благонадежные служители. И я сегодня рассматриваю себя, я сегодня понимаю, что Иисус может видеть все, что во мне, я задаю себе вопрос Алексея, готов ли ты услышать от Него честное резюме, что Он увидел в твоем сердце? Что бы Он тебе сказал? Как бы Он тебя оценил? И мне бы очень хотелось, чтобы Он обнаружил в моем естестве гармонию и вот это важное качество как благонадежность. То есть, сегодня христиане делятся на два, на две категории. благонадежные для Царства Божьего и неблагонадежные для Царства Божьего. И в этом отношении, в этом отношении мы сегодня на самом деле стоим перед фактом. Мы хотим, чтобы рядом с нами были верные и благонадежные люди. Дело в том, что благонадежными люди не рождаются, благонадежными их делают благонадежные лидеры. Если я хочу, чтобы меня окружали благонадежные люди, я должен им показать, во-первых, что такое благонадежность. Главный принцип лидерства, что имею, то даю. «Если Иисус был добрый пастырь и благонадежный служитель, Он своим примером, Он свой образец, образец своего служения, Он представил окружающим людям и сказал, «Я добрый пастырь и ополагаю душу свою за овец». Я и дверь овцам, благонадежность. Мы воспроизводим то, что мы из себя представляем. То есть, благонадежность – это гармония между позицией сердца и тем, что я говорю. Вы знаете, люди чувствуют фальшь, люди чувствуют лукавство. Иисус часто говорил, может быть, с горечью, что эти люди устами приближаются ко Мне, а сердце их далеко отстоит от Меня. То есть, и когда Господь видит этот внутренний конфликт, Он говорит, разберитесь с собой, и когда вы будете говорить то, во что вы верите, тогда подойдете ко Мне, и мы будем с вами сотрудничать. Вы знаете, мы должны к концу этого года разобраться со своим сердцем, потому что из сердца исходят злые помыслы, и из сердца исходят источники жизни. Мы должны, друзья мои, навести порядок и сказать, я должен быть чем-то одним. Я не должен внутри себя конфликтовать с самим собой. Я должен быть кем-то одним. Если я грешник, иди лучше в мир. Если ты праведник, так будь ты праведником в сердце и будь праведником в разуме. Потому что, когда ты говоришь одно, а думаешь другое, ты вводишь в заблуждение окружающих людей. потому что неблагонадежность она вызывает большие проблемы, потому что люди, которые рассчитывали на то, что ты говорил, они будут обмануты. Вы помните два этих непутевых сына у отца? Он пригласил их и говорит, идите в виноградник мой работайте. Старший говорит, хорошо, пойду. Потом пошел, раздумал, не пойду. Другой говорит, не пойду. А потом, а нет, наверное, все-таки пойду. Как вы думаете, как можно жить в таких условиях, когда люди говорят одно, а делают другое? И я должен, как шизофреник, догадываться, что когда человек говорит одно, он поступит вначе. Ну ладно, когда о женщинах иногда это говорят, там еще как-то можно разобраться и то в критических, в критических каких-то там ситуациях. Но, друзья, это невыносимо служить и жить, когда люди говорят одно, а делают другое. Это категорически, категорически запрещено. Я должен догадаться, что твое нет, это да. Я должен догадаться, что твое да, это нет. Для этого надо слишком много догадливости. Почему написано «да, будут слова ваши»? Да, да. Почему Иисус продублировал «да, да»? Или «нет, нет». Потому что, если твое «да» сказало сердце, и твое «да» сказали уста, «да, да». Вот это есть благонадежность. Или, если твое сердце сказало «нет», и уста твои сказали «нет». Вот это благонадежность. Ну, а если ты пообещал, ты сможешь это сделать? Да. А потом, ну, ты знаешь, я и тому пообещал, и тому, ну, где твои мозги? Обещай столько, сколько ты можешь исполнить. А ты такой хороший хочешь перед всеми быть, что сейчас тебя все ненавидят из-за того, что ты подвел десятерых. Ну, разве не так? Наберись мужества, иногда говорить «нет, я не могу это сделать, потому что я занят». «Да будут слова ваши?» «Да, да». Или «нет, нет». А что сверх того, то отлукавого. Итак, давайте откроем сейчас следующее место. это Второзаконие 20. Второзаконие 20. Благонадежность нужна в мирной жизни, благонадежность нужна на войне. А уж на войне, как на войне, победа приходит благодаря благонадежным офицерам и воинам. И вот давайте посмотрим. Второзаконие 20. Второзаконие 20. Когда ты выйдешь на войну против врага твоего и увидишь коней, колесницы и народа более, нежели у тебя, не бойся их, ибо с тобою Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли египетской. Когда же приступаете к сражению, то пусть подойдет священник и говорит правду и говорит народу и скажет ему, «Послушай, Израиль, вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими, да не ослабевает сердце ваше, не бойтесь, не смущайтесь и не ужасайтесь, ибо Господь, Бог ваш, идет с вами, чтобы сразиться за вас, с врагами вашими и спасти вас». Итак, война это очень ответственная вещь. На поле сражения благонадежность это самое важное качество. И смотри, друзья, главные действующие лица здесь и исполнители, народ и священник, когда вы выйдете на войну, пусть соберется народ, а народ это совокупность разных личностей, смелых и трусливых, зрелых и незрелых. По крайней мере, главный месседж народ должен слышать, все должны слышать, что мы выступаем в поход, мы живем во время войны. Может быть, враги имеют численное преимущество, военное превосходство, но вы не бойтесь их, потому что Бог ваш, Он идет вместе с вами, чтобы спасти вас. И смотрите, первое, кто определяет победу, Бог. Бог говорит о своих планах и своих прогнозах священнику. Священник приходит к народу. Весь народ должен был услышать этот месседж. Благонадежность это гармония между сердцем и твоим разумом, между убеждениями твоей жизни и твоим исповеданием. Зачем священник обращался к народу? Не лучше ли обратиться к армии? Нет. Армия формируется из народа. И между армией и народом должна быть единая связь. Народ мобилизует завтрашних воинов. Поэтому, даже если ты гражданский сегодня, ты должен знать, что где-то идет война и войне необходимы смелые, доблестные рыцари. Ибо если мирное население никогда не будет знать о важности этой войны, то, друзья, мобилизация будет нулевая. И вот дальше. Месседж прозвучал. Бог желает, чтобы благонадежные офицеры и воины принесли победу Израилю. Читаем дальше. Этим все не заканчивается. Священник уходит с трибуны и на трибуну поднимаются надзиратели. Смотрите. Надзиратели же пусть объявят народу, говоря, кто построил новый дом и не обновил его, тот пусть идет и вернется в дом свой, дабы не умер на сражении и другой не обновил его. Выходит надзиратели, то есть эти люди, которые были непосредственными лидерами в народе, и они комментируют послание священника. И они говорят, Бог посылает нас на войну не для того, чтобы мы умирали, Бог посылает нас на войну, чтобы погибали враги. И он открыто объясняет, что не все готовы к войне. если у кого-то построен дом, тебе на войну идти нельзя. Почему? Ты придешь на войну, на поле сражения, а у тебя в голове канализация, ремонт, кухня. Кто когда-нибудь строил дома, вы вспомните, что происходит в этот момент в твоих мозгах. Кредиты, расчеты, рабочие, все. Таких убивали в первый же день. Ты на войне с пушкой, тебе спрашивают, идите туда, враги там находятся. И ты, так, канализация, кто же будет рыть ее? Не успел подумать, и ты уже оказался в канализации. Дело в том, что тело твое на войне, тело твое на войне, а мозги твои, они у тебя дома. Как могут такие люди принести победу? Никак. Поэтому, знаете, какие здесь серьезные уроки. Те самураи, которые приготовились к войне, они считают, что их много, народу много, и мы победим. И вдруг здесь такой странный коммент. Кто дом строит, кто еще не продал его, руки поднимите. «Ребята, оставьте пушки, идите домой». Те, слава Богу, какой Бог благ, как Бог благ и милосерд, и весьма сострадателен. Ребята, давайте, вы смело в бой пойдете, а мы будем молиться за вас в перерывах между работой. И они взяли, и целая армия этих строителей, оставивши винтовки, с большой радостью, вздохнув полной грудью. Они пошли домой, думаешь, как Бог понимает нас, желания боящихся Он слышит. Ушли. Натиратели дальше сокращают армию. Кто насадил виноградник и не воспользовался им, тот пусть идет, и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не воспользовался им. Дело в том, что характеризуя каждый из этих категорий, Бог заботится, чтобы не умер на сражении. Вы знаете, Бог не хочет, чтобы мы умирали на сражении. Бог не хочет, чтобы мы умирали на служении. Бог хочет, чтобы мы жили и побеждали. А это уже касалось сельскохозяйственной такой территории. Кто насадил виноградник? Я, 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 я. Чтобы вы не погибли на войне, встали, положите пушки, положите, и идите к свой виноградник, и идите работайте вместе с ним. А самураи стоят, это бьет их просто по мозгам, и они на этих надзирателей смотрят, вы что, больные что ли? С кем сражаться тогда? Строители ушли? Виноградари ушли? С кем сражаться? А вы знаете, что победу приносят не количество людей, а благонадежные люди? Ушла еще толпа, и они в спину смотрят, их становится меньше, меньше, меньше и меньше. И он говорит, дабы вы не погибли на войне, и они ушли тоже с великой радостью. На этом надзиратели свою проповедь не заканчивают. И еще объявят надзиратели народу, кто обручился с женою и не взял ее, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не взял ее. То есть он сказал, сегодня день Валентина, поэтому все, кто влюблен, возвращайтесь на свой любовный фронт, там уж вы точно победите, а вот здесь синий платочек, как вот, помните, он уже не проходил, всех влюбленных опять, и тех с невестом своим на всех парусах, мы на войне были, вот у нас фотоальбом, да ты что, там такая война, чечня, вернулись и эти, самураи стоят, Господи, а нам что делать, чтобы они не погибли, а мы тогда что, уже оставалось только трое из восемнадцати ребят, все остальные строят, разводят виноградники, влюбляются, а мы что, и ни домов, и ни нор, и ни гнезд, ни крыши над головой, представьте, какое тяжелое испытание приходит тем благонадежным людям, посмотрите, уроки очень серьезные и глубокие, ладно, и влюбленных домой отправили, все еще не закончил надзиратель свою проповедь, четвертая категория людей, еще объявят надзиратели народу и скажут, кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце, а этот разряд людей, у них и не домов, и не виноградников, и даже и любви нету, и невест нету, и храбрости нету, просто кто из вас трусливый, естественно, кто малодушен, у кого трясутся ноги, поднимите руки, и они сказали, я честный человек, моя смелость заключается в честности, а в честность в том, что я открыто скажу, что я боюсь, и подняли руки, еще целая армия трусливых, кто боится, я боюсь, я не трус, но я боюсь, встали все, вы знаете, что это четвертый тип людей, самый опасный, потому что паникеры на войне это самые опасные люди, которые, ой, туда нельзя, и страх, и паника, это как зараза, она ослабляет воинский дух, встали, чтобы вы не погибли, уходите, и вот осталась горстка людей, и надзиратели пришли, и так, вы победили в конкурсе, вы самые смелые, Бог на вашей стороне, смотрите, что дальше, это не просто, какой урок, ты скажешь, Алексей, ну вот ты читаешь, читаешь, такая история интересная, а какой же здесь урок, так что получается, этих чудаков, которые готовы сражаться, их как всегда мало, и как правило, туда никто не собирается идти, кроме новообращенных, которые ничего не понимают, или тех, которые уже от отчаяния не знают, что делать, и готовы идти на мины, и дзоты, а-а, а-а, благонадежность, это должно быть качество каждого человека, вот последний стих мне внушает большую надежду, что однажды все изменится, смотрите, строители ушли, мы мирные, мы, вот люди гражданской профессии, а мы влюбленные, мы семью строим, тра-та-та, а мы виноградники строим, чтобы вино было для этих вот, этих вот свадеб, которые там будут делать, а мы для этих вот, кто в брак вступает, дома строим, у них-то альянс был, один вместе, понимаете, один общий бизнес, корпорация такая была, мы мирные люди, мы наконец-то, я всегда чувствовал, что я не воин, я не смогу сражаться, это как-то, не знаю, мы вот просто по-другому устроены, у Бога есть, у каждого, для каждого свое предназначение, уж как они там ездили по ушам друг к другу, я не знаю, но они друг другу объяснили, что наконец-то, Божья справедливость восторжествовала, да не тут-то было, читаем дальше, когда надзиратели скажут все это народу, тогда должно поставить военных начальников в вожди народу, когда все-все уже вернулись, и уже достраивают свой дом, окучивают свои виноградники, эти женятся, и им сообщили, а теперь власть меняется, теперь вождями народа будут военные начальники, слушайте, как? Как? А вот так, вы сегодня не были готовы к сражению, но завтра вас приготовят, вы знаете, если ты хочешь попасть в такую церковь, в такую группу, в такое подразделение, где про войну не горят, давайте не будем выступать, сражаться, давайте нормальной, христианской жизнью бороться, Господь говорит, я хочу вождями народов, просто на позицию вождей народа, поставить не гражданских, я хочу поставить военных начальников, а если военные начальники, офицеры, которые были на войне, будут управлять вот этими гражданскими, тогда будет порядок. Знаете, в чем проблема у нас? Что нету сотников, про которого, про которого Иисус восхищался, говорит, во всем Израиле, я не нашел такой веры, как у этого военного человека, благонадежного, который понимает, что приказ не обсуждается, а приказ выполняется. нами очень долго управляли гражданские лидеры, а Господь хочет, чтобы наше лидерство состояло из военно-начальников, потому что вся церковь, это есть армия спасения, и каждый из нас должен научиться сражаться за свою свободу, сражаться за свои деньги, сражаться за свое призвание, за свою чистоту и за свою святость. Мы все воины во Христе Иисусе. Поэтому тот, кто вчера не смог сражаться, тот, кто не мог сражаться в 2007, тот, кто занимался исключительно своим хозяйством, и только по нескольку раз, может быть, в полгода появлялся, что здесь новенького, как? Давайте, друзья, побыстрее закончим свои дома, давайте побыстрее закончим работу своих виноградников, и в следующем году умножим вот этот лидерский состав тех самураев, которые реально стоят на передовой. Вчера их было не так много, вчера им было тяжело, потому что они видели, что их горстка, вот такая горстка. Бог такой милосердный, и Он смотрит в будущее, и в тех, кто вчера, может быть, поуже был погружен в ипотеку, в эти частные проблемы, в эти личные там проблемы. Господь все-таки ставит над ними военных начальников, которые им объясняют, что нельзя сгружать на плечи этой небольшой горстки людей ответственность за сражения и за великие победы. Никто, возложивший руки свои на плуг и озирающийся по сторонам, не может быть благонадежным для Царства Божьего. Давайте, друзья, мы сегодня проанализируем свою жизнь в 2007. Нам необходимо сегодня Богу показать свою гармонию между позицией сердца и позицией своих уст. Нам нужна победа. Победа в Латвии. Нам нужна победа в наших школах. Нам нужна победа в наших университетах. Нам нужна победа на наших улицах и в наших районах. Да, может быть, мы были в стороне от этих главных военных действий. Может, мы радовались тому, что нас утешали эти откровения. Мы строители, а мы верноградари, а мы просто влюбленные люди, а мы просто прихожане церкви. Друзья, вчера это была система, но сегодня или завтра прозвучит мобилизация в армию. И Бог желает, чтобы этих посвященных воинов, которые бы согласились, сказать, я пополню армию этих воинов, и я буду верным, благонадежным офицером в Божьей армии. Бог хочет видеть этих воинов. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты даешь нам сегодня это право анализировать свою жизнь. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты позволяешь нам строить дома. Ты помогаешь нам разводить виноградники. Ты позволяешь нам созидать семьи. Но в то же самое время Ты ждешь, когда мы созреем для того, чтобы стать в полный рост и сражаться за народ Твой. Пусть армия Твоих воинов становится больше. Дух Святой, я прошу Тебя, прикоснись сейчас к мужчинам и женщинам. Проговори в наши сердца. Мы хотим оказаться благонадежными для Царствия Твоего. Мы хотим быть теми людьми, которые могли бы сказать Тебе, Ты можешь положиться на нас, Господь. Вот я, пошли меня. Я прошу Тебя, Господь, сохрани нас от компромиссов. Сохрани нас, Господь, от этих роковых ошибок. Мы нуждаемся в силе Твоей. Мы еще раз обещаем Тебе свою верность. Мы еще раз хотим сказать Тебе, Иисус, мы повзрослеем. Переводи нас от веры в веру. Переводи нас от силы в силу и от славы в славу. Драгоценный Господь, прикоснись к нам. Проверь наши сердца. Пусть не будет среди нас робких, пусть не будет среди нас малодушных, пусть каждый из нас будет источником этого великого влияния храбрости и смелости. прости нас, Господь, за эти компромиссы. Прости нас, Господь, за эти отступления, за эту внутреннюю торговлю. Господь, мы хотим видеть победу. Нам нужна победа. Нам нужна победа. И мы хотим принести эту победу в следующем году. Пусть придет эта победа в семьи наши. Пусть придет эта победа в наши школьные учреждения, в наши учебные заведения. Мы любим Тебя. Мы хотим пойти до конца. Откройте свое сердце перед Господом и пусть Бог проверит. Пусть всякая робость уйдет. Пусть уйдет всякий страх. Пусть уйдет всякое неверие. Нам нужна Божья милость. А Богу нужны сильные и смелые люди. Будь тверд и мужествен. Это то, что сказал Господь Иисусу Навин. Господь мы просим Тебя наведи порядок в наших сердцах. Наведи порядок в наших сердцах и в наших устах. Дай нам Господь говорить то, во что мы верим и верить в то, что мы говорим. Иисусу